В этом упражнении вы познакомитесь с режимами представления цветовой информации. В папке «Приложения», находящейся на диске, выберите «Урок 1» и откройте файл «Теплая осень». В меню «Изображение» выберите пункт «Размер изображения». Появится окно с параметрами настройки. В части «Размер печатного оттиска» введите ширину изображения 15 см. Если в нижней части окна рядом с опцией «Сохранить пропорции» стоит галочка, то высота изменится автоматически. Нажмите кнопку «Ок». Таким образом мы изменили размер изображения. Для удобства работы можно увеличить или уменьшить масштаб изображения. Это можно сделать с помощью горячих клавиш Ctrl+, или Ctrl-, либо с помощью инструмента «Масштаб». В меню «Изображение» наведите курсор мыши на пункт «Режим». В данный момент выбран режим RGB. Он дает более широкий цветовой охват. Выберите режим «Смайк». Этот режим используется прежде всего в полиграфии и для стандартной триадной печати, и как правило дает менее широкий цветовой охват. Поэтому иногда яркие изображения значительно темнеют при переводе в режим «Смайк». Изменяйте режимы представления цветовой информации и смотрите, как изменяется при этом изображение. Некоторые изменения вызывают заметные сдвиги цвета, другие касаются лишь нюансов. Запомните, каждый раз, когда вы переходите от одной цветового режима к другому, теряется часть информации, содержащейся в изображении. Поэтому сначала отредактируйте изображение, а потом сохраните его, копию изображения в выбранном режиме. Выберите режим «Градация серого». Если появится со кнопкой с предупреждением, щелкните по кнопке «Отменить». Обратите внимание, после выбора режима «Градация серого» стали активны режимы «Битовый формат» и режим «Дуплекс». Режим «Дуплекс» позволяет получить эффект старой фотографии. Выберите режим «Дуплекс». В окне «Параметр дуплекса» выберите четырехкрасочный тип. Нужно задать четыре цвета предоставления информации. Последовательно выберите четыре цвета. Обратите внимание, как изменяется рисунок «Теплая осень» при добавлении или замене цвета. После того, как вы зададите все четыре параметра, нажмите кнопку «Ок». Переведем изображение в «Битовый формат». В «Битовом режиме» используется по одному байту на один пиксель, поэтому возможны только два цвета – черный и белый. В окне «Настроек битового режима» введите в окно «Выход» 150 пикселов на дюйм. В разделе «Метод» «Использовать порог 50» щелкните по кнопке «Ок». Мы получили пример изображения, который часто можно увидеть в черно-белых книгах. Вы научились изменять режимы предоставления цветной информации. Восстановим изображение. На экране исходное изображение «Файл. Теплая осень». Закройте файл, щелкнув по изображению крестика в левом верхнем углу программы. Теперь в папке «Приложения. Урок 1» откройте файл «Цветок». Ваша задача – перевести режим цветовой информации в битовый формат. Вы уже знаете, что переводить в битовый формат можно только изображения, отображенные в режиме градации серого. Поэтому сначала переведите изображение в режим градации серого и нажмите в окне «Сообщение» кнопку «Отмена». Измените размер изображения. В меню «Изображение» выберите пункт «Размер изображения». В окне «Настроек параметров размера изображения» установите разрешение 30 пикселей на дюйм и ширину 15 см. Установив новые параметры, нажмите кнопку «Ок». Уменьшите масштаб изображения. Теперь можно преобразовать изображение в битовый режим. «Настройте параметры. Выход 150 пикселей на дюйм. Порог 50%. Нажмите кнопку «Ок». Вы можете отменить последние изменения. Щелкните по меню «Редактирование» «Отменить битовый формат». Но проще просматривать и отменять изменения во время работы с файлом при помощи панели «История». Вызвать панель «История» можно, щелкнув по меню «Окно» и выбрав пункт «История». Отменять действие панели можно левой кнопкой мыши. Теперь переведем изображение в битовый формат. Изображение на экране предстанет в битовом формате. С формой растровой точки в настройках полутонового растра «Ромб». Отмените последние действия в панели «История». А теперь снова преобразуйте изображение в битовый формат полутонового растра. Но теперь используя форму растровой точки «Линия». Посмотрите, как изменилось изображение. Вернемся на шаг назад. Повторите упражнение, на этот раз используя метод «Порог 50%». Теперь научимся раскрашивать изображение. Сейчас у вас применен битовый режим представления цветовой информации изображения. В этом режиме вы не можете использовать такие инструменты, как кисть, градиент, прямоугольник и многие другие. Чтобы раскрасить изображение, необходимо перейти в режим хранения цветовой информации RGB. Но прямой перевод из битового режима в режим RGB невозможен. Поэтому сначала переведите изображение в режим градации серого. С коэффициентом уменьшения 1. Корректировка карта градиента привязывает эквивалентный диапазон оттенков серого на изображении к цветам определенной градиентной заливки. Щелкните по меню «Изображение» и в подменю «Коррекция» выберите пункт «Карта градиента». Появится окно с настройками «Карта градиента». Щелкните левой клавишей мышки по треугольной пиктограмме в правой части используемого градиента. Появится список образцов закраски, которые вы можете использовать. Обратите внимание, если в окне настроек «Карты градиента» рядом с опцией «Просмотр» стоит галочка, то замена градиента будет сразу отображаться на вашей иллюстрации. Посмотрите, как меняется изображение при смене используемого градиента. Если поставить флажок в опции «Инверсия», направление градиентной заливки изменится на обратное. А если поставить галочку рядом с опцией «Дезеринг», программа автоматически добавит случайный шум, сглаживающий градиентную заливку и уменьшающий эффект образования полос. Итак, вы выбрали градиент, который вам понравился. Нажмите на кнопку «Ок», чтобы подтвердить ваш выбор. Вы можете залить градиентом отдельные области изображения. Чтобы выделить область, выберите инструмент «Волшебная палочка» в панели инструментов и щелкните по изображению. Теперь выберите инструмент «Градиент». В верхней части рабочего окна программы под строкой «Меню» появится панель «Настроек для инструмента градиент». Выберите понравившийся градиент. Чтобы залить область выбранным градиентом, поставьте курсор мыши в любую часть изображения. Нажмите левую клавишу мышки и обозначьте вектор заливки градиента. Щелкните по меню «Выделение» и выберите пункт «Инверсия». Теперь вы можете залить градиентом оставшуюся часть иллюстрации. Перетащите курсор на большее расстояние, чтобы создать едва уловимый переход цветов. Или на небольшое расстояние, для создания резкого перехода. Итак, в этом упражнении вы научились изменять режимы представления цветовой информации. Представлять изображение в черно-белом формате. А после самостоятельно раскрашивать его, используя карту градиента и инструмент «Градиент». Восстановите исходное изображение цветка, нажав клавишу F12 на клавиатуре или выбрав меню редактирования, пункт «Восстановить». Продолжение следует...